Личная идентичность опирается на жизненные ценности, которые необходимо взращивать и формировать. Сами растут исключительно только сорняки. Если мы хотим вырастить что-то доброе, по-настоящему полезное, нам необходимо прилагать к этому усилия. Если таланты и способности даны нам от рождения, то жизненные ценности нам необходимо сформулировать, привить и утвердить. Добрый день! С вами Капля. Мы продолжаем говорить об отцовстве и вторичной идентичности. Сегодня я хотел бы поговорить о том, как поощрение помогает нашим детям формировать правильные жизненные ценности. Мы знаем, что поощрение и одобрение намного эффективнее в процессе воспитания, нежели любого рода коррекция и наказание. Именно поэтому мы должны применять это, когда речь идет о жизненных ценностях. Когда наши дети четко и ясно выражают те ценности, которые они приняли в своей жизни, нам необходимо в обязательном порядке награждать их, поощрять, чем-то поощрять. Тогда они будут утверждать эти ценности в своей жизни. Мы говорили об этом. Например, однажды я подслушал, как моя крестная, мне было там, по-моему, 5-6 лет, говорила моей маме, что я потрясающий рассказчик. Я умею рассказывать очень многие вещи. Интересно так, что люди прям заслушиваются. И я это услышал. И это настолько стимулировало меня продолжать это делать, делать это лучше, готовиться к тому, чтобы этот рассказ был более интересным, что это во многом и определило весь мой дальнейший жизненный путь. Отцы должны корректировать поведение своих детей, особенно в части, когда это касается жизненных ценностей. Поступая таким образом, мы формируем правильное направление и правильное применение тех жизненных ценностей, которые лежат в основании мышления наших детей. Однако увещание – это не только одобрение, это также еще и исправление. Когда мы с вами видим, что наши дети проявляют неправильные жизненные ценности, минимум, которые мы можем сделать, я бы даже сказал, должны сделать, это указать им на это, объяснив, почему эти ценности, которые они только что проявили, являются неправильными. Как вы считаете, должны ли мы с вами корректировать поведение наших детей или же позволить им расти так, как получается.